Третья часть видео нашего, посвященного перспективам развития общественного транспорта Санкт-Петербурга, будет посвящена попытке спроектировать в Петербурге БРТ или метробаз, некую систему метрополитена, основанную на автоустном сообщении. В отличие от систем тяжелого, сверхтяжелого рельсового транспорта, система автобусного сообщения является уделом далеко не богатых городов. Но строительство метробаза, оно на самом деле занимает от строительства метрополитена примерно одну тысячу, то есть одну десятую долю процента. Это представляет во сколько раз она дешевле метрополитена. В то время как метробаз в Каракасе привозит порядка 40 тысяч человек в час. А это сравнимо с нашим петербургским метрополитеном. Совершенно. Могу сказать, что метробаз Куритиба в день привозит 2,5 миллиона человек. Это чуть больше, чем весь петербургский метрополитен. То есть система эта очень эффективная, очень дешевая и, самое главное, она полностью окупаемая. Окупаемая полностью. И текущие, и не текущие своими затратами. Что она себя представляет? А представляет она просто-напросто систему выгодных полос наиболее напряженных участках города. На него движутся два типа автобусов. Автобусы с остановками на каждой остановке и так называемые экспрессы. Как эту систему можно попытаться было бы реализовать на практике? Ну, представьте себе опять-таки наш район. Это проспект Литерарнов, допустим, вот здесь этот кусок, решенный метрополитеном. У нас здесь есть вдоль проспекта Старчик большая зеленая полоса, посреди которой проходит трамвай. Вместо этого трамвая предлагается проложить четыре полосы асфальта, специально выделенные полосы для метробаса. Ну, представьте себе, что вы живете в Сосновой поляне. Тогда вы садитесь на автобус-экспресс, который идет по вашему району с большим количеством остановок, с тремя или четырьмя. Потом выезжает на эту самую выделенную полосу. Здесь он делает одну единственную остановку. И дальше по всему Старчик пошел до метро Автова без остановок. По возможности, а здесь генеральным планом запланированы везде развязки, и вообще без остановок ни на одном светофоре. Чему это приведет? А приведет это к тому, что когда мы живем здесь у себя на проспекту Литерарнов или в Сосновой поляне, где-то еще здесь, то 95% пассажиров, на самом деле, нужно к станции метрополитена. И мне нужно уходить по дороге. Поэтому, как бы, все остановки транспорта общественного здесь являются излишними. А здесь получается таким образом. Ты заешел на выделенную полосу, здесь ты остановился, высадил того несчастного пассажира, которому нужно где-нибудь там у континента или где-нибудь выходить, он поедет на более медлительном автобусе, который тут же подойдет, со всеми остановками. А ты на своем экспрессе полетишь в станцию метро Автова. Или, по возможности, еще дальше. То есть мы видим, что система метропаса, она позволяет, является системой выделенных полос, на которую можно эксплуатировать два вида автобуса. Обычные автобусы и скоростные автобусы. Второе ее важное обстоятельство. В результате скорости очень высокая. В этом смысле она принципиально отличается от трамвая или 7-рельсового транспорта. Потому что у тебя трамвай, а трамвай не обгонит, вы понимаете, да, по простой причине. А скорости лучших мировых систем трамвая никогда не происходит 20 км в час в среднем. Никогда. Но для сравнения, французское метро это 27 км в час. Наш где-то здесь трамвай порядка 14-15 км в час. То есть это все очень медленно. Эта же система, в смысле автобусов и экспрессов, работает на скорости метрополитена Петербургского. 40 км в час сможет она работать. То есть второй важный вопрос, который касается подобного рода систем, она состоит в том, что она работает по принципу метрополитена, а именно ты не платишь деньги ни кондуктору, ни водителю. Ты заходишь в так называемые трубы Лерна, ну как это сделано в куринтиле, специальные платформы, и автобус подходит к этой платформе, у него есть маленький трап такой у каждой двери, он откидывается, потом открывается дверь, и люди уже вот с этой самой платформы, как с станцией метрополитена, попадают в автобус и выходят тоже они сюда. В чем здесь прелесть состоит? В том, что ты заплатил деньги, как в метрополитен, оказался в этой самой трубе, и после этого ты ждешь автобуса, ты ждешь своего поезда метрополитена, как в метрополитене. Ты экономишь большое количество денег. Раз, потому что платформа эта высокая. А вы, может быть, не знаете, но разница в стоимости низкопольного автобуса и высокопольного порядка в два раза, а то и больше. В результате ты можешь использовать высокопольный подвижной состав. Ну, то есть высокопольные автобусы. И тебе не нужно, ты на этом сэкономишь очень большую деньгу. Здесь, в отличие от этих, все посвящено эффективности. Какие еще преимущества перед системой для крейсо-транспорт мимо скорости, помимо того, что ты можешь сочетать на одном и том же линии как бы два разных типа автобусов, быстрый и медленный? То есть, я еще раз повторяю, маршруткой люди пользуются не потому, что они плохие, а потому, что они угадали общую тенденцию. Что в Сосновой поляне, в глубине, во дворах, например, я раньше там был, я замечал, что есть какая-то остановка около магазина технолог. Туда приезжали газели, народ туда садился и ехал тоже без остановок, практически до проспекта ветеранов. Потому что остановок им не нужно. А представьте, советские времена. Он должен был минут 10-15 идти туда из этого своего микрорайона на троллейбусную остановку на проспекту ветеранов, ждать там троллейбусы, потом в течение 40 минут пилить до этого по станции метро проспекта ветеранов. То есть, тоже со всеми остановками. Здесь вот и есть это наше фундаментальное преимущество. Преимущество это то, что мы можем сочетать на одном и том же маршруте два типа подвижного, как бы два вида автобуса. Второе, третье, значит. Второе, это были наши остановочные повинены. Они, между прочим, достаточно большие сооружения, особенно когда в Катанге сходится несколько таких автобусных линий. Достаточно большие сооружения, но не такие большие, как станции метрополитена. И они принципиально нервно сделаны круглыми, хрупкими и прозрачными, чтобы люди их не ломали. В Куратибе есть замечательная традиция. Там не модно ездить без билетов. Нету такой-то вещи. А проездные билеты. И проездные билеты, да. Ты можешь купить также проездной билет. На карточке взял на входе, заплатил карточкой, и поехал, целый день ездил, целый месяц. Все точно так же. Здесь вот, но у тебя состоит, что ты... Вторая важная, третья вещь, что касается особенностей. Особенность этого вида транспорта, она состоит в том, что у тебя выделенные полосы проходят только в нагруженных системах. А дальше у тебя есть очень плотная система маршрута. Ну, в самом деле, вот у нас здесь есть улица, например, Камбасова, улица Добровольцев или какая-либо еще. Нам оказывается, что большинству людей очень было бы неприятно, например, отсюда идти до проспекта ветеранов или идти более достаточных. Ну, мы можем сделать сеть небольших автобусов, которые, скажем, будут ехать по какой-нибудь там улице Сдоровцево, по улице Сдоровцево ходить достаточно часто, выезжать, вот, скажем, на нашу выгольную полосу, выхрушать того несчастного пассажира, которому нужно ехать дальше с остановками, а потом опять мчаться в станцию метроавтора. Это позволит практически обеспечить чуть ли не каждый дом плотной сетью автобусных маршрутов, что ни в коем случае не позволяет, скажем, делать трамвай или трамвай. Ну, потому что для трамвая трамвая нужен большой пассажиропоток, и в каждый переулок место ты не проложишь. А здесь у тебя автобус использует выделенную полосу на загруженных скоростных участках, а дальше, у нас же на Сдоровцево, на Добровольцево, на Сдоровцево, он использует обычные дороги общего назначения, загрузки там нет никакой, и пойдем спокойно ездить. А почему не маршрутки, которые сейчас уже выполняют эту же функцию? Собирание пассажиров на удаленных районах, почему их просто не оставить? Зачем нужно вводить какие-то специальные автобусы? Сделай выделенную линию, и маршрутки по ней пойдут. Да, один из моих проектов сначала сделать выделенную линию, и пустить туда маршрутки. Это правильно. Я с этим согласен. Но все равно выделенную линию для них надо сделать. Но маршруток есть такой дефект. Например, я когда был в аварии недавно и обратил внимание, ты выходишь на проспекте ветеранов, садишь в самаршрутке, и тут начинается подсчитывание копеек. Ты дынь, 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 дынь. Это ждет пассажиров, это вам занимает минут 10. Ты теряешь минут 10 только на подсчете. Ну это можно на конечной станции сделать сразу, а потом ты же говоришь, что не будет промежуточных станций. Да, на конечной станции именно. Люди заходят, и ты сидишь и ждешь, и тратят время. А если ты будешь заходить в такую тубу, специальную лейтинговскую, то ты на входе заплатил, тебе подошел автобус с широкими дверями, ты в него быстро загрузился, он быстро уехал. Все посвящено скоростью. Скорость, скорость и скорость. Скорость и принципиально уверенность, что этот автобус, или что-то к тебе подойдет, ты на него обязательно уедешь. Оно имеет еще ряд других преимуществ перед системой рейсового транспорта. Ну в первую очередь, если трамвай сломался, то у тебя вся линия встала. Здесь, если автобус сломался, линия едет, как ехала. Что здесь принципиально отличает нас от маршрута? Я глубоко убежден, что надо пойти по пути Лернера. А путь Лернера, он состоит, что получение денег и транспортные услуги между собой сильно разделены. Это означает, что только город, городские вещи, может продавать билеты, а перевозчикам он платит деньги, заказанные за выход этого средства на улице города. У него 9 перевозчиков, и 9 перевозчиков они возят людей. Им просто отмечается, сколько они приедут. Ну а все деньги собирают город, и потом выплачивают перевозчикам компенсацию. Что это позволяет сделать? А это позволяет при наличии вот такого перевозчика контракта с городом перевозчику взять кредит в банк и купить подвижной состав. То есть город будет полностью избавлен от необходимости покупать за свой счет подвижной состав. Ну здесь принципиальная вещь. То есть собственно частный перевозчик не должен вообще пытаться собирать никаких денег. Ну просто никаких. Он этого должен полностью быть избавлен. Вот он ходит себе и ходит. Деньги должен собирать чисто в какой-то специальный... В чем отличие от частного перевозчика государственного? То же самое может государство делать. Он построил автопарки государственные и ездит они. А чем частный нужен вообще в принципе? Ну потому что она, знаешь почему, она не может. Разницы никакой. Нет, тогда тебе... Если участник не собирает деньги... Нет, разница есть, что городской автопарк придется покупать за счет города. А так перевозчик покупает за свой счет. И перевозчик просто участвует. Или уж он кредит в банке возьмет. Кредит в банке, да. А город не может кредит в банке? Ну вот, а город как бы не получается неэффективно. Как раз наоборот город может взять кредит, потому что он большой. И доверие к нему больше, чем у нас часть. Ну, тем не менее, у Лернера, у него 9 компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров. И они как бы... Город собирает деньги, а перевозчики получают от него деньги. Ну это частности на самом деле, да. Ну это на самом деле, мне кажется, это очень важные частности. Это очень важные частности. Они позволят, знаешь, что нам дадится? Того, чтобы пассажиры не обирались при пересадках. Здесь же тоже очень удачно сделано в системе БРТ. Ты приехал на свою станцию, на какую-то автобусную. И вышел из нее. И не выходя на улицу, вставая в самках этой станции, ждешь его автобусного маршрута. Автобусный маршрут подошел и поехал в другой район города. Ты получаешь за одну десятую процента систему транспорта с высокой плотностью, с высокой чистотой следования подвижного состава, со скоростью, сравнимой со скоростью метрополитена. И все это получаешь за три копейки. В этом и как бы и заслуга Лернера, и в его изготовлении всех. Вот это его главная, как бы считается, инновация. Настоящий метод, эти системы работают везде. Во всех странах мира. Ну, в таких городах, как Сингапур, как Каракас, та же самая Куритиба. Но, тем не менее, считаются, как бы, считаются, ну, они считаются, что их строят в настоящий метод, в бурно развивающихся городах третьего мира. Тем не менее, система этого третьего мира. Ну, такая система, она является великолепным дополнением для системы тяжелого, сверхтяжелого рельсового транспорта. То есть, у нас возникает система общественного транспорта Санкт-Петербурга, состоящая из трех уровней. Уровень сверхтяжелого рельсового транспорта СБАНа, уровень тяжелого рельсового транспорта Метро, и уровень АБРТ или Метробаса. То есть, широкой системы автобусных маршрутов. Тут же можно и о чем-то пообщать. Ну, как люди скажут, вы предлагаете долбануть троллейбус с трамваем, как можно? Ну, можно, необходимо. Я не буду сегодня вникать детали, почему это нужно и необходимо. Но нам могут сказать о экологии, а что-либо еще. Автобусы будут работать на бензине или дизеле. У нас опять, в нашем Петербурге, есть великолепная возможность испытать принципиальный новостеп двигателя. Он состоит, что наши автобусы могут работать на метане, на ЖАГАЗПРОМ, просто на жиженом газе. Сделать систему, которая работает, будет на чисто на жиженом газе. Они пожароопасны, взрывоопасны. Ну, значит, они будут не пожароопасны, не взрывоопасны. У нас же ездят же, а машины на пропаде не будут. А почему там хуже? У нас же значительная часть парка. Ну, это мало, мало там ездят. И колонок этих мало. Ну, вот их будет специально в общественном транспорте, мы эту систему создадим. Ну, можно уж совсем размечтаться. Ну, это технические проблемы, в общем-то. Да, технических проблем никакие, как мы традиции. А, принципиально, да? Только что сдали, я могу, вот, либо сказать, на жиженом газе, как тепловоз или козовоз, как я вам сказать. Специально я это... Там пока он новый, это проблем нет. У него это проблемы при износе, там, все вот эти прокладки всякого рода, там, эти соединительные части, они... Ну, это мечты, Влад, это мечты. Я понимаю, да. Почему бы... Требует особый, как бы... Просто, если мы действительно готовимся к Олимпиаде, вот у нас будет написано, что у нас экологически чистый вид транспорта в городе. Я, который работает, скажем, на пропаде. А еще лучше по принципу ее автомобиля. У нас же ее автомобиль в городе делается. А что не сделать такой же автобус? Он будет с одной стороны на газе... Или ты ищешься дорого? Нет, он у нас будет работать на газе, ее мобиль. Ну, что такое ее мобиль? Это означает, что у тебя двигатель внутреннего сгорания. Он не идет напрямую от него вращающими на колеса, а идет... Генератор крутится, генератор вырабатывает ток, этим током заряжается суперконденсатор, это некий легкий аналог аккумулятора. А потом оттуда это идет на электромоторов колеса. Вот это принцип ее автомобиля. То есть такой вот гибрид последовательного привода. У тебя такие системные сгорания работают у грузовиков в Америке. У нас нечто подобное работало на Белазе, допустим. Но там все-таки на Белазе заряжались аккумуляторы, а не суперконденсаторы. А здесь ты заряжаешь суперконденсатор. Это тоже кажется фантастикой, но вот люди через год собираются в электромобиль на этом принципе делать. И почему бы на нечто подобное не попытаться сделать для общественного транспорта, если мы действительно готовимся к Олимпиаде? А почему просто электромобиль не сделать? В конце концов, для городского транспорта это... Долго. Все-таки дорого, да? Ну да, потому что горит ее новая батарея, большая масса. Ну ты что? Не, ну зарядка на день, наверное, хватает. Ну на день не хватает, потому что будет тебе непрерывно ездить. Но все равно долго, а горит ее новая батарея очень дорогая. Ну и большая, тяжелая, ну ты что? Ну а зачем вы сам основали премию Нобелевскую? Ну это будущее пока. А система вот этого нашего Ешкиного, ее мобили или на газе, можно это поспокойно сделать сейчас. Просто газ это условно на самом деле... Дешевый. Да, дешевый. На самом деле рано или поздно он кончится или что это такое? Ну непонятно. Может быть он и будет дешевым. Ну это я так, это я постарматизирую. Система вот этого метробаса, она работает вне зависимости от газа и ее мобили. Она к нему никого не имеет отношения. Я просто говорю, что если не извращаться, что не извратиться так? Если мы действительно готовимся к Олимпиаде и хотим сделать принципиально экологически чистый город. Вот так и сделаем. Ну вот. Ну а для того, чтобы экологически чистый, если до такого уже доходить, надо просто как-то суметь, ну упразднить это личный транспорт. Потому что личный транспорт так и будет ездить. Ну вот это мои опять мечты. Мои мечты. И посмотрите, господа. Это будет очень сложно сделать политически. Эта система, она как и метро, должна проходить, чтобы она была успешной через весь год. Я предлагаю безумную вещь совершенно. Безумную, пребезумную. Вот у нас действительно запланирован арсенальный мост. Вот здесь он. Он действительно входит. После этого мы закрываем движение для автотранспорта на Литейном проспекте, Загородном проспекте и на части Московского проспекта. Здесь сквозь них идет большая широкая полоса, представляете, на Литейном проспекте. Большая широкая полоса только для БРТ, только для этих самых автобусов. Тротуары на Литейном проспекте расширяются раза в три. Это очень важно понимать, что тротуары в городе должны быть широкими. Светами, скатками. И вот в этих вылезах, в тротуарах можно сделать эти большие павильоны для БРТ. Это немножко изменит вид города, но не слишком. Ну, представьте себе. Тогда у тебя весь автобусный поток, допустим, с севера и юга города, может по этому выделенному каналу проходить сквозь центр. Вполне возможно, это не единственный путь. Автомобилисты будут ругаться по страшному. Но, представляете, у них отнимут Литейный проспект, где они привыкли часами прострелить в пробках. И загонят ровно такие же пробки, скажем, на той же фонтанке или где-либо еще. И будут заставлять их езжать из центра города. Им кажется выгоднее сесть на автобус, чтобы до кого-то доехать. А автобус у тебя получается, что у тебя через каждую маленькую улочку, на каждой маленькой улочке города, это я уже мечтаю, если бы сделал БРТ в рамках нашего города, у тебя есть автобусная остановка прямо у твоего дома. Ты хоп, сел на него, доехал до выделенной полосы и дальше твой автобус помчался без остановок, только со светофорами, сквозь весь город, в центре, вне центра. Тебе метрополитен будет не нужен, потому что для тебя время подхода к станции метрополитена занимает достаточно много, они же резко расположены. И во-вторых, тебе не надо под землю будет ползти. Ты вот на такую устал, на выделенную полосу, и поехал на сквозь и сравнилась с метрополитеном 40 км в час. Но тем не менее у него есть особенность, что он все-таки с потоком метрополитена не сравнится. Когда Куритивский, вот БРТ, он привозит столько же, сколько наш петербургский метрополитен. Вот он привозит столько же. Но вот как вторая система, он обязательно нужен. У них тоже была проблема некой выделенной полосы в городе, вот такой, для общественного транспорта и просто для детей. Я, наверное, решила следующим образом. Приехали электробилисты, а там конкурс детских мелков проводился. Дети сидят и что-то там на асфальте рисует. Он взял ее и закрыл. И разумеется, для этого самого, надо всякие архаичные виды транспорта долбануть. Сколько можно проблему ликвидации трамвайного сообщения в Петербурге откладывать? Надо набраться... Ну, вообще-то в городах немецких, там, где был транспортное сообщение, оно осталось. Ты же сам говорил, что надо оставить его в качестве, там, ретро-транспорта. Это другая вещь. Действительно. Один маршрут, я покажу, где его надо сделать, и надо его оставить в качестве транспорта. А вообще система, она вот эта развалившаяся, ее можно сделать. И вот представьте себе, у вас будет вот такая система выделенных линий, проходящая по всему центру города или что-либо еще. И вам, из любой точки А в точку Б, будет выгоднее доехать на автобусе, чем на личном автомобиле. Во-первых, это потому что дешевле. А во-вторых, что это быстрее. А крутизна? Ну, крутизна, блин. С крутизной придется бороться. Ну, с крутизной я не знаю. А вещи... Статусно, статусно. А вещи, конечно, на... На своем личном БМВ или там Мерседесе. На толпы ли ты их перевезешь? Ты же все равно по городу как-то сможешь поехать. Или на личном Мерседесе или БМВ, как сказать... Ну, личный Мерседесе, и БМВ, я хочу сказать, что у нас есть БРТ по-русски. Что у тебя не как подставы Бразилии, на выделенные полосы общественного транспорта допускаются мотороллеры, автобусы и такси. Я предлагаю туда еще допускать Мерседесы с мигалками. Потом ввести шкалу крутости, что в Мерседесе ниже, скажем, 100 тысяч баксов написано. Они-то на выделенную полосу не допускаются. И тогда даже чиновники у нас будут рады. Ну, представляете, народ едет на маршрутках, и они вместе рядом с ними едут с мигалками. Это вот такая будет БРТ по-русски. Ну, да, очень было бы важно проложить, например, в Смольного куда-нибудь, там, в Комарова специальную такую витку. Ну, это так. Ну, вот, вы представляете, насколько такая система может гораздо быстрее и эффективнее работать, что это? Мне же не нужно будет садиться на собственные автомобилии, потому что у тебя по всему городу существует густая сеть автобусных маршрутов часто ходящих. Густая. И ты из точки А, точки Б, так легко попадешь на гораздо больше скорости, потому что везде будешь ехать по выгодной полосе. Ты не будешь знать на общественном транспорте, что такое опорки. Тебе не надо занять в метро, тебе не надо отменить в метро, в метро куда-то шествовать. Ну, просто садишься и едешь. И самое главное, и денег тебе, и надо тратить время на покупку билета. Сел здесь, заплатил, а на какой-то большой станции вошел именно в эту станцию. Ну, и представьте себе, что картина города, она изменится. Если мы, например, из загородного проспекта, Владимирского проспекта и Литейного проспекта Сделаем линии выделенного общественного транспорта, расширим тротуары в три раза. Не так, что там, ну, как у нас сейчас это в городе принято, да? Что стоят автомобили, ты вот так ты, 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 ты. Облик КС в лучшую сторону. Но вся эта вещь, в первую очередь, вам же для этого надо сделать то, что сделал Лернер. Он пришел в город и в течение первых месяцев своей жизни ликвидировал трамвай нафиг тогда полностью. Ведь для этого нужна, прошу прощения, яйца. Откуда яйца политика взяться-то? Взять в тормальную систему ГУЗа. Они сейчас ничего денег не вкладывают, потому что понимают, что нерационально. А прикидывают ее следующему губернатору в надежде, что он будет этой проблемой непопулярной заниматься, будет ее решать. А у нас автомобильная отрасль не выморит из-за такого? Не выморит, она не выморит. Личного транспорта? Она не выморит. Нет, почему? Она не выморит. Производство личного транспорта станет нерентабельным, потому что в основном потребляют как раз города. Нет, нет. В частности, наш город. Нет, наш город у нас употребляет, но вообще личный транспорт у тебя останется. А зачем он нужен? А за город ездить? А за город ездить? А действительно что-то перевезти? А за город ездить? Почему нет? Нет, подождите, что-то что-то перевезти, транспорт останется, да? Ну, конечно, куда ты денешься? Тебе надо перевезти, и ты будешь. Просто у тебя получится, что ты на общественном транспорте доберешься с большей скоростью, с большей комфорта, с точки А, точки Б. А если ты захотел постоять в пробках, ну, ты представляешь эту себе картину. Здесь носятся автобусы с большой скоростью по литейному и заградному. Там, там, у тебя вместо рельного проспекта, где люди прижимаются к домам, фактически, тут же ты паркован на автомобиле, у тебя чуть ли не бульвар прогулочный. А несчастные автомобилисты стоят в попке на фонтанке, одни за другими. Или вынуждены объезжать, вот, например, литейный мост через арсенальный, чтобы здесь куда-то там попасть. И, конечно, жизнь автомобилистов будет тяжела, но она и так будет тяжела. Потому что у нас сейчас зарегистрировано полтора миллиона автомобилей, а послезавтра будет три. Будет три, и все, и город станет, куда денется. Ты же опять будешь посетить скоростные дороги, но, по этому я другому скажу, потому что завтра на скоростном диаметре, ты все равно, наверное, куда-то будет проще съездить, из спального района, из спального района, быть может. Но ты имеешь альтернативу некоторую. Принцип Лернера состоит в следующем, что пешеход важнее общественного транспорта. Общественный транспорт важнее едущего автомобиля. Едущий автомобиль важнее стоящего. Да, проблема стоящих автомобилей возникнет. Ну, он и возникнет. Ну, стоянок нет. Не смогут стоять. Если они не будут по городу ездить, их дети полтора миллиона будут стоять. Они будут стоять вот здесь, у себя. В спальном районе будут стоять. Как сейчас стоят, так и сейчас будут стоять. Они просто, ты в центре, ты просто не сможешь припарковаться. Они сделают оплатные парковки. Тебе поэтому, раз ты не сможешь припарковаться, тебе гораздо удобнее. Это вот другой способ. Просто сделай так, чтобы парковка была слишком дорогой, чтобы в город можно было везти на своем автомобиле. Ну, это репрессивный способ. Ну, как, так сделано по Семен-Финскому городу. Ну, это жесткое противодействие общественному транспорту. А здесь у тебя будет мягкое противодействие общественному транспорту. Но устроено таким образом, что у тебя будет ситуация. Но на самом деле, если ты посмотришь на воздействие на ситуацию, что полосовый транспорт, в отличие от Литейного проспекта, она будет именно тем вариантом, который будут устраивать и автомобилистов, и автомобилистов. И любители общественного транспорта. А почему? А потому что рядом будут идти проспект Старчик, по нему не поедут маршрутки, они будут повыделены. Они не будут там тормозить у каждого столба и кого-то там высаживать. Она будет отведена только личным транспортом. То есть можно вот этот Старчик здесь, как и предусмотренный в генеральном плане, со встречи на всевозможных развязок, превратить в реальный скоростной автобан, допустим. Но я об этом тоже, как мы позже скажу, как надо, согласно принципам Лернера, транспортные потоки в городе перераспределить, для того, чтобы по нему можно было бы еще гораздо быстрее, удобнее ездить, в том числе автомобилистов. Но надо понимать, что как бы в центре города наращивание потока личного транспорта это как бы путь в никуда, к сожалению. Путь в никуда. Тебе гораздо важнее, чтобы тебя было... Люди будут пользоваться общественным транспортом, когда общественным транспортом будет и выгоднее, и удобнее. И когда более красиво, и более стильно. Ну вот, жители Курюки бы, ну гордятся своей системой. Реально. Считается платформентурным там куда-то сесть. То есть не заплатить денег за пресс. Хотя это возможно. Залез сверху на этот Матухов. Не жди себе автобуса. Ну вот, это считается плохим тонным. И мы как бы вот с этой трехуровневой системой, ну представь себе, вот у нас будет система такого общественного транспорта. Там мы вот кого угодно за... За что там? За поездом им, да. Кого угодно. При такой системе. Она как бы в зачатках сейчас существует. Все-таки тебе сироплеваться репрессивную систему потому что иногородний будет приезжать на личном транспорте и где-то они там и должны будут его... Ну они все равно будут... Они захотят на этом транспорте, конечно же, доехать до самого центра и его там припарковать. Ну и постоянно очень-очень сильно разберутся, что... И поэтому репрессивная система, связанная с платными парковками, да... Так она не апрессивная, ты просто не сможешь парковаться в центре. Но все равно платные парковки будут. Куда ты денешься? Тебе важно увидеть, что ты можешь на очень большой скорости прыгать через весь центр. Что ты можешь буквально около каждого этого притормозить и становиться. Ну вот это требует большого труда и большой воли. Ну вот как Фонда говорит, если бы губернатором был я. Слушайте, если бы я губернатором был я, в отличие от Лернера, я бы не вношел в себе столько политической воли и силы, чтобы сделать то самое, о чем я сейчас говорил. Ну вы представляете себе, какие из девочек у нас автомобили... Ну это сразу же пирамиду построить в пустыне, по-моему. Ну не знаю, Лернер же сделал. У них был умирающий маленький город. 500-600 тысяч человек, вздыхающихся в пробке. Ну ходит легенда о том, что в каком-то кафе они собирались и там что-то сделали, и кто-то их слушал. А в это время была фашистская фронта в Бразилии. И тут его вызвали в штат. Он испугался, собрал чемоданчик священника. Буквально. Ну не с теплыми, а таким, со вторыми. И пришел. Ну ему сказали, губернатором города побыть не хотите. И вот за это время он увеличил население города в 5 раз. Просто все равно проблемы города, проблемы Санкт-Петербурга придется решать. Их просто пришлось не сейчас, а через 10 лет, через 15. Но время будет как бы пущено. То есть Петербург, он должен стать комфортабельным городом для жизни. Вот одно из них, это эффективная система общественного транспорта, которая должна в Петербурге существовать. А система БРТ, она полностью окупает себя. Она настолько финансово эффективна, что даже страшна. Тебе же на самом деле будет менять не только надо будет это, собственно, очертание города, строить что-то. На самом деле надо будет менять идеологию. Конечно. Идеологию, да. Принципиально надо менять идеологию. Нет, но ты же рассчитываешь на то, что люди будут как бы разумными, да? Вот разумными будут и чиновники, и люди, которые, собственно, понимают, что это все полезно и важно. То есть это требует некой согласованности общества, да? И общество должно понять вот это как-то и как-то к этому приготовиться. Потому что в предыдущем состоянии все у ИСИ, это вся страна, которые сейчас нашли. Нет, можно тихонечко начать. Вот можно, самый лучший подход для средства БРТ, это пороховые. Вот здесь параллельно под Ладошки-мокзалом, вместо трамвайных путей, мы создаем систему БРТ. Вот они по каждому кварталу проходят. Здесь вместо трамвайных путей по выделенной полосе приходят Ладошки-мокзалу, прямо под Ладошки-мокзал. И вот здесь у них как бы так конечно. Просто найдутся люди, которым это не понравится. Обязательно. На том или ином основании, что с ними делать будет? Сколько, ну любой проект такой, что всегда будет кто-то недавно. Да, и как с ними поступить? Ну, а как реально поступило? Ну, как же поступил с ними? Ну правильно, ну вот пытались построить наземный экспресс. Нашли с людьми, которым это не понравилось. У наземного экспресса он не построен данным образом, потому что он не соответствует. То есть если бы там построили другого типа экспресс, на другом технологическом основе, то он был бы полезен, да? Откуда вся эта вещь возникла? У меня в свое время, как представитель общественного движения, нет наземного экспресса, притащили к уполномоченным по правам человека, а тогда это был Игорь Михайлович. Он мне сказал, а что вы предлагаете типа того, что вместо наземного экспресса? Вы должны же что-то предложить. Ну вот я вот, что я и предлагаю. Вот я и рассказал, в этом рамках всего города. А сейчас будет, мы сейчас это дело, я дорассказал уже фактически, сейчас я буду говорить о фрикотехнологиях в области общественного транспорта в Санкт-Петербурге, о неком безумии, да? Будет совсем весело. Это вот вся трех уровня система, это штука, которая реально посвящена тому, что людей надо перевозить как можно быстрее, как можно дешевле, как можно качественнее. Игорь, тебе не кажется, что вот такая нацеленность на человека в отдельно взятом городе, Санкт-Петербурге, в рамках российского государства, это просто утопия? Кажется. Потому что, собственно, наше российское государство так устроено неразумно, да, что у нас столько проблем, там, начиная там от судебной системы, там, и кончая там образованием, что никогда руки не дойдут до такого вещи, как преобразование города в некую разумную систему. Ну, кажется, конечно, кажется, это есть такой намер, что система государственного управления вот к тому, что сделать Санкт-Петербургого там принципиально другим для жизни, она как бы не готова. Ты же вообще, у тебя же принцип, самый главный, что все нацелено, все для человека, да? Да, все для человека. Правильно, там, и скорость, там, ты считаешь даже 10 минут, это как бы затраты жизни, да? Да, да. Человек тратит 10 минут в транспорте, он теряет, как бы, 10 минут лишней жизни. Да, да. И это важно для человека, но для государства это не важно. Понимаешь, для государства важно нечто другое, там. Ну, не знаю. Тут надо, чтобы все, вся идеология российского государства была и изменилась, да? Из византийского некого там проекта государство должно стать как бы другим каким-то, каким-то инновационным государством. Возможно ли это вот в рамках наших реальностей? Ну, видите, Лернер делал свой проект в рамках фашистской хунты, начинал, которая была в тот момент в Бразилии. Но почему-то это оказалось возможным. Я считаю, что далеко не самое демократическое государство у нас, Колумбия, современная, да, знаменитая своим кокаином, тем не менее Каракас. Ну, вот. Чувствует себя как бы так очень даже неплохо. Ну, почему это не сделает Петербург? Надо же когда-то заниматься преобразованием серьезного города. Чтобы возникло другое качество жизни горожан, в первую очередь. Другое качество. Вот тут еще проблема состоит в том, что иногородние, когда увидят, как город преобразовался, не получится ли так, что потянутся в наш город так со всех концов, как час тянутся в Москву. Так они сейчас тянутся. Так, а вот эта система общественного транспорта, она сможет большое количество потока иногородних перевалить, перевалить. Ну, город, население города увеличится, скажи, пять раз. И что делать? Ну, во сколько, несколько раз не увеличится. Ну, ты же сказал, там, в каком-то Каракасе увеличилось. Да, в Грутибе, в пять раз, да. Ну, и у нас увеличится. И что делать? Ну, у нас рождаемость не та, что в Бразилии. Ну, в пять раз я не знаю, что делать. Но если на пару миллионов человек, то вот эта система, она, как бы, она будет упреждать вот такое движение. Ну, ты же сам понимаешь, что если в какой-то отдельно взятом месте создаются идеальные условия, то все остальное, да, вот провинции, которые, ну, просто живет в разрухе, да, тут же потянется... Ну, и сейчас тянется. В это место. Я же говорю, что я... Сейчас она... Только я перевез восемь человек из Архангельска в Санкт-Петербург. Это все понятно. Просто сейчас она, как бы, в некоторых способах все-таки ограничена тем самым, что... Нет, нет, она... Жилье стоит дорого, там, как бы... Нет, жилье не будет, да, и особо дешево. Жизнь, как бы, здесь дорогая, и работы, может быть, не... Да нет, и работы есть. Все они едут, едут сюда. Все равно едут. То тебе надо просто шлить какое-то такое количество, что... Что заботиться, смотреть... Не решать проблемы с задним числом, а как бы смотреть в будущее. Если у тебя будет вот такая многоуровневая система, некоторая такая, хорошая, когда у тебя будет, скажем, система аэропорта вокруг города, связанная с единой железной дорогой, да, когда у тебя будет вот эта возможность... Вот это будет С-Банк, который позволяет, как бы, новые линии сверхтяжелого метро, то есть, система типа РЕР, достраивая туда провинцию в окрестностях, у тебя будет другое качество жизни в городе. Другое. Потому что нельзя идти... Ведь Приматриенко, я посмотрел, не было построено ни одной общественной пространства. Общественное пространство — это площадь. А что такое, будущее верно, заветом Сергея Переследина, я говорю, да? Что такое город? Это город — это пространство неутилитарной деятельности. Это пространство, где люди живут, а не только работают. То есть, это не советский индустриальный город. Это где люди живут, и город реально живет своими общественными пространствами. И, как я сегодня пытался показать, общественным транспортом. Ну, общественным транспортом живет. Просто иметь систему развитого общественного транспорта и сверхбольшого города, которым является Петербург, очень-очень важно. Потому что безумное наращивание личного автопарка, к которому надо куда-то доехать, где-то там припарковать, это процесс все-таки никуда. Субтитры создавал DimaTorzok